нам предстоит испытать как наш люксовый автомобиль заднеприводной в роскошное седанище поедет по снегу и взберется небольшую горку шины зимние смотрим шины вот они шины зимние на них сейчас мы будем рассекать мотор от винта когда я выбрались я выгляжу более-менее нормально и так потихоньку полегоньку опачки мы выехали на снег опачки ну вот нам предстоит проехаться по заснеженному каменску если удастся преодолеть горку и так поехали что тут у нас пока все нормально полет нормальный полет нормальные едем-едем-едем-едем-едем-едем-едем-едем тра-ля-ля и вот она горочка мы остановимся здесь остановимся здесь телефончик заберем много любителей таких телефонов ну вот камеры установлены сейчас немножко сдадим назад пристегнемся на всякий пожарный и вот попробуем одолеть эту горку некоторых случаях она была не это кажется непобедимо так куда-то мы видим ух ты рядом с этим самым скупанным рельсом вот так-то хорошо что слышите парк троник показывает ну что вперед не спеша не спеша протяжечку протяжечку так 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 пошла 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 тут машины буксовали отлично ты смотри ёкарный баба ай ёкарный баба и мы выехали чами чами сейчас заберем камеры и продолжим свой путь ножки обтрусили дверь все закрыли ну что преодолели однако я думал что будет намного хуже едем дальше вперед вот вот стали слишком вот о чем я говорю что она не любит не любит снега так а вот это у нас есть функция сноу насколько я понимаю сноу нажали значит зимний режим или еще что вот и погнали работает разные функции видите для снега чтобы с места тронуться надо нажать на свою функцию постоянно мигает значок показывающий что скользкая дорога сейчас вот еще один бугорок его желательно преодолеть вот так вот только оп оп и это хорошо дорога скользящая скользящая ёкарный бабай ну ладно мы проедемся посмотрим что в городе сделали там что нибудь или нет так что вы видели мы эту лобку преодолели до этого я как-то на других шинах и она может быть не такая снежная была а больше накатанная скользкая заднеприводная машина ее не брала еду я степенно потихоньку по этой дороге сейчас у нас перекресток притормаживаем притормаживает ведет себя машина предсказуемо но налегать на скорость не следует а тут уже смотрите обработали дорогу составом все потаяло резычка ну на этом она пойдет естественно еще получше так хочу заехать сбербанк там узнать карточка заканчивается пишу я вот такие вот книги это календари сейчас вообще книжный бизнес увы заканчивает свое существование все переходит в интернет поэтому я стараюсь там работать для души а вот кстати авария машину повезли то ли она перевернулась то ли задали короче все у нее нафиг поехала кедри не пей о какой буйвол заехал вот и с машинки получился металлолом получился металлолом сейчас испытываем машину LS430 я конечно на ней ездил там и в такие погодные условия и похуже а если слишком скользко было я просто напросто но у меня правда другая резина была я просто напросто на этот морог не выезжал и на этом все мое путешествие оканчивалось я пересаживался на джипачка и гнал на нем а он на такие горки поднимается как сказал один мой знакомый александр не напрягая ягодиц раз и все там а это елозило там и заднеприводные и переднеприводные они не любят увырок так притормаживаем увидел машину газовая служба и вспомнился анекдот женщина одинокая ну и хочется близости интима и жалуются своей соседке вот так вот вот так вот жизнь фиговая она говорит да ты пригласи там там водопроводчика или там газовика якобы тебе починить а сама накроет стол ну и после всего этого будет то что надо вот она так и сделала ну вместо водопроводчика там пришел газовщик значит она накрыла стол все там как надо значит он сделал столик и пошло дело к интиму ну и он как даст она говорит ой не туда не туда не туда он говорит то да то да это водопроводчик по тому месту а мы по газу так что вот так мы едем по родному городишку родился здесь я в 54 году 20 сентября живу здесь выезжаю в ту же самую москву когда позовут сам я особо не езжу надо мне заскочить в банк узнать про карточку подарить книжечки такие еще печатают ведь похож и тут еще ничего мордашка это я когда не побреюсь конечно на себя гляжу со стороны дед дедом согласен ничего хорошего но тем не менее когда побреется там что-то так подмарафитит да еще ничего ну ладно на этом заканчиваю потом продолжим наш пробег да синхронизируем так все удачно надо будет еще приехать пришли штучки хручки значит спрашивали какой расход бензина так значит тут показывают сначала 111 км остается дальше вот идет первая цифра 11,7 литров на 100 кг 100 км вторая так как я не еду ничего это мгновенный расход третья показывает 14,3 литра на 100 км вот проехали 479 общее время средняя скорость на этой машине я 700 км на одном баке делаю нормально и так переключаем камера заработала можно можно смотреть по навигатору зик обачки легко просто переключается так едет у нас машинка пропускаем и поехали различные различные функции и показывают то что скользит естественно пытается выравнивать и выравнивает система курсовой устойчивости или как там ее называют спортивный режим есть ставятся спортивные вот они амортизаторы ставится спортивный режим подвески и машина уже становится порезче о том что есть вот этот вот снежный трогание со снега только что мы тронулись со снега и действительно тронулись а то встал в снег она вообще снега не любит честно откровенно говорю снега не проехать туда допустим по целине даже по дороге заваленной снегом ну как заваленной ну пускай сантиметров двадцать там выпал снег все оттуда дальше для нее какая-то там проблема становится я раз поехал и потом долго очищал путь чтобы назад сдать вот а во всем остальном пожалуйста ездит ездит так поехали я трогаюсь плавно да она вообще плавно трогается плавно с хорошее переключение скорости но может и ускориться если резко на педальку только опа чувствуете рванул а то есть раскрутка потом джунь отстрел так называемым кикдаун очень интересное слово ну иностранная дорога конечно мерзопакостная но хоть чем-то ее тут обработали что она стала таять где тает где не тает где скользко где не скользко вот в этом городишке я прожил жил я тут недалеко а на площади труда сначала там где откуда мы выехали там как раз я родился недалеко а жили вот здесь на площади труда вот она площадь у нас труда туда камеры увы повернуты вот там мой дом он даже отсюда я его вижу крыши трубы и вот тут я тут ходил всю это тут бродил вала водил но любил читать это время было тогда когда телевизор одна программа была неинтересная только была отдушина это читать что-то такое познавать слушать музыку конечно тогда пошел битлз золотое время рок-н-ролла помню помню впервые по аналитической передаче услышал can't buy my low о это мне было сколько там где то 60 на пускай 64 год хотя она раньше вышел 64 это мне было десять лет да 54 64 10 лет это так меня пробрал он вот это даму зону моё как-то они сразу мне это запали вот это и вот композиции у меня тут ipad бардачки песен там была скачана я так определяю насколько песен там беспрерывно слушать в течение там 34 дней столько за качество то есть 160 гигабот значит это вот столько вот еду на дальнее расстояние но кто же москву может куда там дальше за москву еще но основу москву потом и слушают так сяк различные группы нравится мне слэд а вот когда едешь на дальнее расстояние все-таки устаешь слушать допустим тот же битлс вот что-то такое как-то однобразие очень вообще мало групп которые можно слушать вот как быстро подряд там хотя бы там часа полтора а вот бони бони потом этот элтон джон там такие композиции такие лирические медленные но абонем там что есть вот очень хорошо слушается на на дальних расстояниях просто удивился от разные перебираешь там выбор огромный допустим раз врубил слэд а-а-а-а-а-а взбодрился вот потом не можешь все время слушать такие композиции заводящие уже не тот не тот возраст не то состояние хочется так что-то такое знаете типа релакса такой красивую мелодию но тоже время ритмичная чтобы сон не тянуло нормально сейчас зажегся значок чек вообще я думаю поменять поменять значит выхлопную систему хотя говорят все нормально и наверное все таки подвеску тоже поменять хотят тоже говорят все нормально кстати кстати стать стать вот видите вот это вот козырек только вот с этой стороны со стороны и значит что он отходил но в смысле вот так вот был как и не прилегал мне это не нравится и вот кому я не обращался к специалистам своего дела смотрели а тут по то 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 я я думал что вот авария когда была то ее это там как-то на то там что-то отошло грубо говоря где-то тут вот да ты чё тут салон надо разбирать этот этот это ну короче нихрена ничего это не один а в сервисе официально без этого сервиса местные такие хорошие рихтовальщики все это не ничего не сделали я значит посмотрел а тут оказывается вот она штучка я ее только подвинул сюда и прижалась то есть он на всего она сместилась в сторону и поэтому не было достаточно рычага для хорошего прижима и на так сказать немножко отходил вот и все и это на многих вещах я помню у меня был магнитофон philips тоже ты вот там продали мне из-за того прекрасная машина там мазон слушал класс кассетник что он начал пленку тянуть вот вроде как нормально это потом что-то там тянет и вот когда начал тянуть и так сил так на него смотрела смотрел потом какую-то рычажки то есть туда-сюда он начал нормально тянуть а то его отдавали в ремонт брали бабки назад возвращали эта проблема как была так и есть вот пока ты как бы сказать этой вещью понимаете не вне пользуйся не крутишь ее так не не знаешь со всех сторон вот многие и специалисты нихрена не знают что и как там делать вот опять мы едем поэтому буераку по которому отказывалась и эта машина ехать и у меня был mercedes с класса 500 и и моюсь космический корабль и так он не нравился но три раза уехал на эвакуаторе представляете серьезные поломки то там полтора эта машина ни разу вот ни разу она меня не подвела поэтому я ее просто люблю не хочу сказать что я как-то там жалею но по глупому не эксплуатирую вот и и в то же время там специально что-то там ничего не делал что богат от она отстала там еще что-то там делала ну что продолжим нашу съемку вот он ченджер на 6 дисков сиди вставляешь и отсюда пошло загружается выгружается меняется вот он айподик мой который здесь лежит он подключен к этому по головному устройству так удачно и все с него идет либо переключая сиди идет с кассет я не пробовал значит тут есть одна такая фишечка когда работает радио по моему вот на эту т.а. она называется лучше не нажимать почему т.а. насколько я понимаю это уверенный прием радиостанции то есть если радиостанция такая сильная она значит вот уверенно принимать если радиостанция слабая и вы на нее настроились то настройка автоматически будет перекидывать на более сильный я так думаю да что ж такое я тут хочу релакс там послушать по москве там еду а мне там на какую-то другую она так в рост сбрасывает а потом смотрю на этом на дисплее да да вот же нож нажал то и все тут сбивается поэтому 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 старайтесь на это то лишний раз не нажимать здесь регулируется диск пробрасывается или идет вперед вверх вниз это тот эти дорожки меняется то есть это для смены дорожек на сиди диски и на айподе это для смены диска на сиди и на айподе то есть меняет так называемый плей лист так ну что включим машинку он нас приветствует снимает он в 2к это очень конечно хорошо громкость регулируется мне нравится вот здесь то есть вот удобно вроде бы там переключать до моды там радио станции там еще что-то там такое радио станции с радио станции значит а м ф м что там магнитофон диск то есть это все будет туда-сюда до работать а вот здесь вот внизу внизу это как раз у нас работает громко звучание больше меньше ну и опять таки свет установки какие это тут какие-то установки дверьми хлопать не надо притягиваться сами она отлично заехала ты знаешь я не ожидал сзади мой сын на инфинити глядишь можете обзор и про инфинити сделаю что едем едем вот опять-то горка сейчас у нас работает три камеры и мы легко и просто непринужденно поднимаемся то ли шины лучше то ли сейчас снег порыхлее вот то есть много факторов она идет надежно уверенно и без всяких этих как будто ни в чем не бывало так же подъехала все вот здесь вот я немножечко буквально тут лед поставил на режим снег и легко и просто выехал вот они наши дороги вот они наши дороги вот он мы едем и поехали там дальше немножечко не почистили дорогу так более-менее это у нас дрожит прикуриватель неприкаянный прикуриватель вечер я взял руку и весь шум кончился не люблю когда что-то гремить дорога конечно накатанная это нам видеорегистратор все это показывает едем не спеша достойно здесь дорогу почистили чем-то болели и едем переезд так что резина действительно вот шины зимние совершенствуется каждый раз какие-то составы придумают что-то такое новое они начинают ездить все лучше и лучше причем без всяких шипов у меня они там на этих там на лепесточках которые присасываются упираются главное что машина едет и никуда ее не тянет очень легко вращается рулевое колесо я уже говорил мне нравится как штурвал корабля рулишь на яхте левая руля правая руля полный вперед 300 лошадок хватает вот так вот чтобы и обогнать и притормозить за счет этого управляемость получается хорошая колеса я люблю вот такие вот побольше чтобы резины было так ну говорит она высокопрофильная потому что у нас постоянно везде тут выбоины колеса попадают туда и если профиль низкий ободом прорубает резину и все колесо надо менять и так она как-то более мягкая мне нравится когда она более мягкая хотя если установить на спортивный режим как я показывал вот амортизаторы вот коробка то она станет так довольно таки менее раскачиваемая менее такая мягкая жесткости прибавится вот видите какие ямы да причем с острыми краями это как раз на пара рук идет колеса поэтому нравятся такие она на шинах амортизирует высокопрофильных раз на амортизаторах также она играет два и в итоге подвеска сохраняется долго ну вот машине 15 лет и подвеска еще ничего не делалось ничего не делалось и спрашиваю когда же будем делать все в порядке все в порядке старушки переходят дорожку тишина относительно в джипе все таки шумоизоляция еще лучше здесь прекрасно но там еще лучше плюс дополнительно я еще установил шумоизоляцию и все равно в джипе лучше что слышно слышно вот колеса такой гол колес небольшой а вот мальчик идет мы его пропустим вот маленький хе-хе-хе-хе малявчик тетя еще тетя вот они бегут туда сюда 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 туда мотор отвинтан вперед а снег идет а снег валит а сзади едет инвалид его камаз трубой дымит ведь сзади едет инвалид и его камаз так навалит что мало не покажется вот 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 кресло удобное вот будем говорить а что касается езды на дальнее расстояние все таки в джипе там сидишь как на табуретке и почему-то более легче ехать на дальнее расстояние нежели нежели вот на этой машине хотя на ней хорошо ехать но все равно устает попа вот ничего не устает кроме у меня лично попы так снежная зима олимп проверочное слово олимп едем на набережную плохо машину поставил бабульки идут загородили а тут как раз переход не видно такой сложный случай то есть вот так вот люди создают аварийные ситуации посмотрите опа одна ямка опа другая я за тобою а ты за мною бабочки едем 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 оп заработали парктроники еще чуть-чуть даем и хватит